Избирательные участки, урны для голосования, наблюдатели. Впервые праймерис Единой России будет проходить в формате выборов. В мае будущего года в Сочи, как и по всей стране, пройдет предварительное партийное голосование. На нем определят, кто будет в последующем выдвинут кандидатами в депутаты Госдумы 7-го созыва. Об основных принципах организации проведения праймерис Единой России рассказал секретарь сочинского отделения партии. Конкретность, открытость. У всех СМИ будет прямой и свободный доступ на всех этапах предварительного партийного голосования. У всех кандидатов будет право выставлять на выборах на избирательных участков своих наблюдателей. То есть ничем не отличается от обычных выборов. Принять участие в выборах могут самовыдвиженцы или члены партии Единая Россия. Выдвинуть свою кандидатуру на предварительное голосование могут граждане России не моложе 21 года. Главные требования – отсутствие судимости, в том числе и погашенной, а также отсутствие финансовых активов за рубежом. Партия хочет действительно сделать так, чтобы ряды были максимально чисты, прозрачны и чтобы не было никаких сомнений в честности тех людей, которые будут принимать участие в этом предварительном голосовании. Прием заявлений от кандидатов начнется в феврале будущего года. Тогда же будет сформирована счетная комиссия, определены пункты проведения голосования. Уже известно, что в Сочи их будет 50. Праймерис пройдет 22 мая, в единый день голосования. Принять участие в выборах могут все граждане России, обладающие избирательным правом. Выборы будут считаться состоявшимися, если проголосуют не менее 20% избирателей. Галина Захарова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ